привет дорогие фрилансеры спасибо что смотрите мои видео и комментируйте я рада получать от вас обратную связь и вопросы их я получаю множество поэтому я решила записать видео где адресу ваши вопросы так как их было много я распечатала основные но если на какие то я не отвечу в этом видео пожалуйста оставляйте их в комментариях под этим видео чтобы я их не упустила и без дальнейших разговоров перейдем к вашим вопросам какие платформы посоветуйте для работающих с видео я немножечко перефразирую вопрос на данном этапе сначала скажу какие платформы посоветуйте платформ много они я записывала видео обзоры общего характера обзоры по специальностям дизайнеры айти и если мы говорим о данном этапе развития рынка фриланса основными платформами является а порк файвер если мы говорим о американском рынке и вообще мировом если мы говорим о британцах австралийцах people per hour и есть другие менее популярные платформы о них у меня есть записаны отдельные видео посмотрите здесь хочу сказать что если вы хотите найти какую-то ту платформу которая специализируется именно о том что вы предлагаете к примеру видео я бы все-таки попробовала крупные платформы да у них больше конкуренция но фишка в том что если заказчику нужен выполненный проект он пойдет на те платформы о которых слышал о которых знает и этими платформами и является upwork и файвер если вы работаете с видео я бы начинал с этих платформ да можно говорить о том что большая конкуренция о том что отвратительные платформы по множеству множеству пунктам но такова реально что не самый популярный потому если вы хотите зарабатывать где есть заказы где есть такая движуха заказчик и фрилансер тогда идите на эти платформы если же вы дизайнер есть крупные платформы где тоже идет движуха такие как к примеру на нинайн дизайнс или если мы говорим о программистах есть свои биржи свои сайты примеру топтал об этих биржах отдельные видео ссылки на них в описании начните с того что выбираете одну две платформы и как можно более качественно заполняете свой профиль об этом у меня тоже есть видео не будем дольше об этом говорить следующий вопрос здравствуйте я несовершеннолетняя но очень хочу начать подрабатывать файвер могу ли я зарегистрироваться на этом сайте например от имени дяди возьмем первую часть вопроса если вы несовершеннолетний человек вы не имеете право предлагать свои услуги онлайн зарабатывать деньги на любой из бирж которые есть на данный момент в интернете но я понимаю ситуацию что вы там тинейджер вам нужны карманы деньги или вы уже серьезно знаете чем хотите заниматься в этой жизни и вас останавливает только эта цифра в паспорте тогда если в данном вопросе девушка говорит о дяде и дядя согласен на то что вы будете работать полностью от его имени можно попробовать но сразу я оговариваю очень много но вся ваша история на сайте должна быть от имени дяди все полностью имя профиля имя вас как исполнителя все привязанные банковские карточки счета все от имени дяди и даже в переписке когда вы общаетесь со своими клиентами писать к примеру best regards не так как вас зовут там оля а василий то есть вся ваша история должна быть последовательно а это может быть сложно проиграть полностью и вы спросите почему даже в таких сообщениях заказчиками вы должны подписываться именем другого человека от которого вы создали аккаунт потому что если будет какая-то жалоба проблема платформа будет обращаться к вам у нее доступ к вашей переписке если она увидит что имя прав профиля одно счет на одного человека подписывается другой человек это может быть подозрительно если же вы конечно часть команды к примеру на апрек тогда можно будет избежать каких-то таких нюансов но на файвере где вы предлагаете вот просто себя как физическое лицо исполнителя вас имя должно быть везде одинаковое и другой момент от которого я хочу вас застраховать это если вы работаете ну может быть с дядей еще как-то он будет такой доброй душой даст вам возможность зарабатывать от его имени и выводить все деньги переводить отдавать вам но если вы работаете там с более дальними родственниками или чего очень не советую просите своего друга о помощи возникнут моменты наверняка к сожалению когда ваша дружба переживет такую турбулентность и друг не захочет вам больше помогать или откажется выводить деньги через свой счет и тогда возникнут много неприятных ситуаций поэтому подумайте еще раз сразу ли вы готовы вот прямо сейчас зарабатывать к тем более от имени другого человека или все-таки начинать с того чтобы нарабатывать свои навыки обучаться и как-то напрямую в соцсетях к примеру предлагает то что вы умеете на своей страничке предлагать что там вы дизайнер и смотреть какой отклик и сразу перепрыгнула на другой вопрос потому что он здесь в этом контексте важен подскажите как платить налоги работы на фавер если вы предлагаете услуги другого имени значит этот человек должен будет как-то объяснять откуда к нему поступают средства на его банковский счет если этот человек налогоплательщик он должен будет платить налоги от вашего заработка и тогда вам надо будет еще более серьезно обсуждать с ним все условия вашего сотрудничества поэтому еще раз подумайте а говоря о налогах желательно конечно же все налоги платить в открытую не пытаться проводить всякие махинации если вы работаете в украине вы открываете фоб физично особо предприемость если вас небольшой доход третьей группы если вы в россии это индивидуальный предприниматель и п и я знаю что с прошлого года в россии доступна даже отдельная программа для фрилансеров и вы можете платить налоги и там четыре процента и просто с вашего телефона оцените вашу ситуацию и подберите ту оптимальную форму примеру там упрощенка или патент если мы говорим о и п в россии или же проконсультируйтесь юристами я не юрист я не предлагаю никаких консультаций по этому поводу поэтому и прошу вас уделить этому вопросу время и вашу полную внимательность если мы говорим о фавер или о people per hour и о других платформах на всех на них есть функции генерации инвойсов и когда вы генерируете их получаете такую бумажку где расписано откуда деньги до такого-то заказчика за такую-то работу и эти бумаги вы можете предоставлять вашу налоговую в зависимости от того в какой стране и по какой схеме вы оплачиваете налоги но все эти бумаги да они генерируются платформами вы можете объяснить каждый платеж который зашел вам на ваш банковский счет и говоря о фавер они сотрудничают с платформой для генерации инвойсов платформа называется andy.co она бесплатная но есть там свои нюансы которые вы можете доплачивать на можете и работать бесплатном режиме потому что клиенты через фавер порой запрашивают эти инвойсы так как они не знают как генерировать и если вам интересно я могу более подробно рассказать об этой платформе и о том как генерировать инвойсы через них чтобы отправлять своим клиентам потому что те в свою очередь тоже платят налоги и используют эти инвойсы для отчета у своих налоговых служб следующий вопрос что если клиент делает заказ на невыгодный для меня условиях или например просто заказывает предварительно не связавшись начнем со второй части предварительно не связавшись вы в описании своей услуги того же гига на фавер можете в конце такими крупными буквами заглавными написать please contact me before placing your order чтобы заказчик потенциально увидел что очень важно чтобы сначала он с вами связался потому что к примеру да на фавер если услуга маленькая заказчик сразу может заказать а если вы не готовы или не можете выполнить это повлияет повлияет на ваш рейтинг вот в этом же вопросе есть еще такое предложение или можно как-то безболезненно отменить заказ который не устраивает и желательно чтобы вы сами как исполнитель заказа не отменяли это влияет на ваш рейтинг лучше всегда попросить заказчика чтобы он без никаких жалоб просто отменил заказ там по какой-то нейтральной причине если же это не выходит вы можете отменить заказ на тоже напишите какую-то нейтральную причину а лучше если вы не можете выполнить заказ данный момент там в отпуске поставьте ваш профиль на паузу эта функция доступна на всех биржах фриланса мол я в отпуске заказа не принимаю тогда и к вам обращаться не смогут на некоторых платформах на некоторых смогут обращаться но тем не менее это никак не будет влиять на ваш рейтинг что вы сразу не отвечаете а если вы онлайн в плане готовы предлагать свои услуги и при этом отказывались от заказов это негативно повлияет на ваш рейтинг и теперь возвращаясь к первой части вопроса что если клиент заказ на невыгодных для меня условиях часто конечно же клиенты пытаются особенно платформах фриланса как можно подешевле найти выполнение и заказа затем они конечно же бьют шишки понимать что получили то за что платили и так далее вся эта драма продолжается но если начинается вот такая коммуникация что какие-то невыгодные условия вы вежливой форме объясняете им что кей я беру такую-то плату за такой-то объем работы если вас это устраивает пожалуйста я вам вышлю кастом алфы если мы говорим о фавер на вот этих условиях и вы высылаете им встречную аферту которую они тогда могут принять и все замечательно или отказаться это уже зависит от них на пипа вы также можете отправлять встречную аферту это называется не пропал зал на а порк вы тоже можете модифицировать поэтому никогда да не берите за заказ если он крайне крайне просто не выгодны для вас лучше всегда вежливой форме объяснить что вы готовы работать но с такую-то сумму на таких-то условиях и сами сразу же отправляйте вашу аферту не ждите что клиентом отменит заказ и начнет снова там составляете это просто время тратится вы можете так и клиента потерять всегда берите инициативу в свои руки подскажите пожалуйста я на фавер зарегистрировал свой профиль два года назад не заполнял ничего не делал стоит ли удалить и создать новый если вы не заполняли ничего не делали почему бы им и не воспользоваться это никак не повлияет на ваш там рейтинг если это пустой профиль вы просто продолжаете теперь его лучше заполнять если мы говорим о других платформах примеру а порк скорее всего ваш профиль просто уже будет недействителен и вам надо будет заново проходить всю регистрацию и здесь надо будет так сказать осторожнее может быть даже сначала связаться со службой поддержки написать им о том что вы хотите вернуться на платформу потому что а порк не любит дублирующие профили фавер не любит дублирующие профили не одна биржа фриланса не любит когда вы пытаетесь даже если с разными имейлами но один и тот же человек снова регистрируется на бирже поэтому желательно использовать тот профиль который у вас есть конечно же если у вас такая ситуация что профиль с очень негативными отзывами и все плохо и вы хотите создать новый профиль ну это очень такая скользкая дорожка которую я бы вам не советовала но мне есть ответы на этот вопрос в другом видео где я отвечаю на ваши вопросы посмотрите его и решайте сами следующий вопрос касается денег как вывести деньги в фавер но это принципе легкий вопрос вы заходите на вашу страничку верхнем меню у вас есть слово и links от слова он зарабатывать и links заработок вы переходите и вам будут доступны три способа вывода денег или же пипал который вы привязали или ваш банковский счет день трансфер или же фавер revenue card но скорее всего вы будете пользоваться просто bank transfer он у вас привязан иногда нажимая на эту кнопку вы получаете ваши деньги на ваш банковский счет единственное что помним у фавера есть такая полосе такое правило что деньги 14 дней просто лежат на сайте вы не имеете права их вывести даже если уже заказ одобрен и вы эти деньги уже заработали надо подождать две недели только затем они станут доступны для вывода ко мне поступает также очень много вопросов о пипа про аура как выводить деньги как отправлять предложения и я записала видео где мы вместе с вами отправим предложение выполним заказ получим деньги все будет вот я делюсь своим экраном показываю вам говорится step by step шаг за шагом что как делать здесь просто скажу что для вывода денег вам надо будет перейти на сайте people our в правый угол верхний найти payment когда откроется страничка вы увидите под меню my money statements invoices transactions payment methods и там где вот payment methods убедитесь что вы привязали или ваш пипал или банковский счет и затем переходите на my money и вы увидите кнопку она будет уже не закрашена таким серым а более четким черным withdraw funds что значит что вы можете запросить вывод ваших заработанных средств также вопрос о том как отправлять заявки на пипа про аура и вот здесь у человека возникла такая ситуация что он предложил свои услуги но сайт выдает надпись description is mandatory for your protection required the deposit for this project to be at least 30 pounds which is equivalent to one hours of work и не дает зарегистрировать предложение я бы хотел спросить если вам не сложно что делать подобном случае я снова такие видео а пипа про ауру показываю эту ситуацию она часто возникает здесь быстренько просто скажу что вам обязательно всегда надо указывать в этот депозит сколько вы берете грубо говоря напрямую хотя в эти деньги еще не получаете насколько вы запрашиваете у заказчика согласно этому предложению здесь сумма должна быть хотя бы за равна хотя бы часу вашей работы то есть если вы ставите вашем профиле что в час вы зарабатываете нам 30 паундов фунтов стерлингов то тогда и в вашем предложении вы должны указать эту сумму но я чаще просто беру 30 или 50 процентов от заказа и ставлю эту сумму отправляю предложение без проблем анастасия в одном из видео вы говорили о том что оставили фриланс и перешли на что-то другое если не секрет какой сферу вы перешли я пришла в очень неожиданную для себя сферу и сейчас занимаюсь проектом своим которые занимают очень много времени временных ресурсов энергозатрат денежных затрат в общем всего я конкретней подробнее расскажу запишу видео но еще давайте сначала я доведу до ума уже практически виден как говорится свет в конце туннеля поэтому подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить эту новость и этот вопрос продолжается я пишу мотивирующие рекламные тексты обычные статьи небольшие книги на русском языке английский процессе изучения если для меня с моими навыками вариант зарабатывать в англоязычном интернете очень такой скользкий вопрос и он касается я замечаю многих наших копирайтеров потому что конечно сопоставить расценки копирайтера на русском языке и на английском но это было бы конечно больно но есть такая горькая правда что если вы копирайтер на каком бы то ни было языке вы должны писать без ошибок вы должны очень грамотно выражать свою мысль если мы говорим об иностранном языке не родном наверняка каким бы высоким не было во знание языка вы допускаете ошибки я говорю о себе также и поэтому предлагать свои услуги как профессионал который идеально там пишет эти статьи я бы не стала но есть выход и этот выход работать с клиентами русскоязычными или англоязычными которые работают вот на два рынка россия и там америка и таких немало если вы зайдете на тот же опор и ведете допустим рашен райдер или что-то там с рашен связанное вы увидите что есть работа и тогда к вам будет другое отношение если вы работаете с русским клиентом которому нужен копирайтер и он готов работать именно с нашим копирайтером не зарубежным он будет более-менее лоялен каким-то ошибкам огрехом к сожалению порой даже не будет их замечать тоже другая ситуация когда я замечаю многие клиенты русские выходят на американский рынок пытаются позиционировать себя как американской компании у них и телефон американский них и адрес американский у них все на сайте просто так и сверкает этими звездами и линиями американского флага но когда начинаешь считать их тексты на сайте понимаю что они были написаны не носителем языка поэтому я бы все-таки сначала убедилась что у вас реально тут классный английский и тогда бы уже предлагала услуги если же у вас этого нет правда горько но правда такова что сложно и практически невозможно будет зарабатывать русскоязычному человеку как копирайтер на английском рынке но если вы работаете допустим есть английские клиенты которые ищут копирайтера на русском для их русской страничке допустим соцсетях тоже выходят на русский рынок тогда вы будете тем незаменимым работником ищите таких клиентов и пожалуйста зарабатывайте сколько ждать ответа от заказчика если мы говорим о том что вы отправили заявку скорее всего этот проект был только опубликован или там буквально несколько дней назад и как правило заказчик отвечают чуть ли не течение суток двое потому что у них свои дедлайны свои сроки им нужен исполнитель если же мы говорим о переписке тоже позволяйте там один день вот на ответ если же вы не слышите от заказчика там дольше 3-4 дней ну скорее всего уже это вас или не выбрали как исполнителя и просто проигнорировали ваше сообщение или же если уже проект открыт и заказчик пропадает и неделю не отвечают пишите службу поддержки объяснять ситуацию и следующий скорее даже не вопрос такая жалоба у многих о том что нет заказов я отправляю заявки этом все делаю нет заказов во первых вы должны убедиться что ваш профиль ваша страничка фрилансера вылезано что текст без ошибок что вы как можно лучше презентовали свои навыки свое портфолио во вторых когда вы отправляете заявку вы отправляете не шаблон а пишите под каждого клиента видите их ситуацию и расписывайте у меня есть видео о том как это делать пошагово пожалуйста не поленитесь я понимаю это занимает время это занимает ментальную энергию но таким образом сразу увеличивайте свои шансы и третий момент это просто отправляйте заказы если вы отправите 100 заказов уж кто-то то ответит конечно на каких-то платформах есть лимиты за дополнительное отправление заявок вам надо доплачивать но максимально используйте то что вы можете там на apwork 60 отправляйте все 60 заявок но снова таки не отправляйте просто бездумно отправляйте только на те проекты которые соответствуют вашим навыкам у меня была ситуация и об этом я как раз вот записываю видео на people power я просто отправила заявку даже не расписав ничего клиенту случайно я записываю для вас видео нажала кнопку отправить хотя написал просто хай в итоге получил ответ почему потому что меня уже был профиль с портфолио с отзывами и это ценится поэтому прорабатывайте имидж себя как фрилансера и тогда заказы будут поступать скорее ответы на ваши заявки будут поступать и следующий момент который бы я хотела адресовать в этом видео я получил такой комментарий под одним из своих видео и я думаю по комментарии возможно вы поймете о чем речь и после этого говорят что проверяющие органы кошмарит бизнес начинать делать обмана и затем жаловаться на непорядочных заказчиков которые даже т.д. не могут подготовить а если бы это был первый секс его тоже можно рекомендовать например со своей бабушкой она стерпит и все поймет и так далее и так далее для тех кто еще остался не сведущий о чем вообще тот комментарий это жалоба под моим видео о том как получать первые заказы где я говорю открытым текстом о том что если вы только начинаете на профиль и у вас нет никаких отзывов есть выход из ситуации это попросить своих друзей или предыдущих клиентов провести заказ транзакцию через биржу фрилансера и фриланса и оставить отзыв я понимаю что по этическим соображениям это звучит кошмарному вы покупаете отзыв но я считаю что если вы уже работали с этим человеком если вы предлагали свои услуги если вы уже работаете в сфере и вам нужен этот толчок чтобы начали поступать заказы в этом нет ничего вот такого прям постыдного мне в свое время это помогло и я в своих видео всегда призываю вас перед тем как регистрируется на биржах фриланса и предлагать свои услуги как исполнитель убедитесь что вы знаете что вы делаете убедитесь что вы уже проработали ваш навык ваше портфолио только тогда выходите на бирже где вы уже будете брать деньги за ваши услуги поэтому вместо того чтобы сетовать на меня такую плохую лучше улучшайте свои навыки и зарабатывать онлайн спасибо за просмотр если какие-то вопросы я упустила оставляйте в комментариях под этим видео и я на них с удовольствием отвечу если у меня есть опыт данном вопросе спасибо еще раз за просмотр и до новых встреч